Нет, нет, нет. Что когда говорят, какое это событие, то встают вместе и дают ответ. Знаете, какой ответ нужно дать? Сейчас попробуем. Братья и сестры, Христос воскрес! Париж ему воскрес! Христос воскрес! Париж ему воскрес! Христос воскрес! Париж ему воскрес! Я хотел бы зачитать коротко первое послание Коринфянам, 15 главу, где апостол Павел пишет церкви в городе Коринф, пишет людям, которые некоторые исповедовали Христа, называли себя верующими, но тем не менее сомневались в возможности жизни после смерти и сомневались, что вообще Христос мог воскреснуть из мертвых. И он обращается такими словами в 3-4 стихе. Он говорит, «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Здесь Павел излагает, можно сказать, сердцевину Евангелия. В 1 стихе он говорит, «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились». То есть, Евангелие Иисуса Христа включает в себя вот эти части, что Христос умер за грехи наши по Писанию, что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Невозможно верить в Христа, не веря в это, или по-другому, не веря в это, мы не являемся настоящими верующими в Иисуса Христа. От этого многое зависит. От этого зависит спасение души нашей, от этого зависит, то ли мы имеем жизнь вечную или нет. Это настолько важный вопрос. Потому что если Христос просто умер и не воскрес, то у нас нет такой надежды. Мы не можем радоваться сегодня. Но если Он воскрес, то у нас действительно великий праздник, великий праздник. Да поможет нам Господь радоваться сегодня и удостовериться в этом Евангелии, чтобы это исходило из глубины нашего сердца, чтобы мы верили, что Христос действительно умер за грехи нашей по Писанию, чтобы был погребен. Но не только погребен, но Он и воскрес. Он победил смерть. Он победил смерть. И поэтому Он победил грех. Поэтому Он победил ад. Слава Господу, братья и сестры. Христос воскрес. О Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты сошел на эту греховную землю. Ты, Господи, увидел нас. Еще нас не было, но Ты уже позаботился о нас. Ты знал, что мы впадем в грех, что мы не сможем сами себя спасти. И поэтому Ты принял образ раба, то есть принял образ человека, вошел в этот мир и был послушным даже до смерти и смерти крестной. О Господи, и Ты воскрес. Слава Тебе. Мы славим Тебя и благодарим Тебя. Сегодня мы желаем поклониться Тебе во всем, что мы сегодня будем делать. То ли молиться, то ли песни петь, то ли стихи рассказывать. Вся наша программа да будет во славу Твою, не во славу нашу. Мы не делаем это ради себя, но ради Тебя, Господь. Пусть это исходит из искренних сердец. И, Господь, если кто-то сегодня еще не уверен, что Христос умер за них и воскрес ради них, то дай, чтобы они сегодня, это зерно веры, возросло в их жизни. Помоги, Господь. Мы просим благословить это служение, присутствовать Духом Святым. Мы просим, наш любящий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Сейчас, пожалуйста, присядьте. У нас очень такая богатая программа. И мы в самом начале, мы будем читать текст просто про себя. Мы будем текст из Писания показывать здесь на экране. И мы просим, чтобы все молитвенно читали о том, что Иисус сделал, как Он умер и как Он воскрес. Пока мы будем читать, нам дети будут играть на фортепиано. Пожалуйста, дети. Да, сейчас будем... То, пожалуйста, просто читайте. И просто перед Господом благодарите в душе вашей Его за то, что Он вот это сделал ради вас.